Нажми колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы! Приветствую, друзья! Сегодня у нас будет вот такая вот посылочка. И здесь находится пульсоксиметр. Давайте распакуем и посмотрим. Посылку принесли прямо домой, что очень-очень радует. Здесь у нас есть сразу вот такой вот чехол, похож как от наушников. Можно, в принципе, использовать и для наушников, но, конечно, лучше с оксиметром. Хотя его можно носить и на шее. Что это вообще такое? Это медицинский контрольно-диагностический прибор для измерения уровня сатурации кислородом капиллярной крови. Находится само устройство. Здесь находится у нас ремешок, который можно использовать на шее. И, конечно же, краткая инструкция, краткий мануал. Само устройство у нас с цветным вот таким вот дисплеем. И работает данное устройство от обычных батареек. Устройство у нас бело-золотого цвета. Написано, что это оксиметр. И модель у нас... Значит, что из себя представляет само устройство? Есть у нас здесь защитная пленка. Имеется одна клавиша. И вот такая вот жабка, в которую мы кладем наш палец. Вот таким вот образом. И данный оксиметр показывает в реальном времени пульс. А также уровень концентрации кислорода в крови. Есть у нас здесь кнопка. Мы ее нажимаем и доходим до отсека, в котором скрываются две батарейки формата 3А. В простонародье это обычные мизинчиковые вот такие вот батареечки. Вставляем и можем запускать само устройство. Чтобы его включить, нужно зажать кнопку. Как мы видим, оксиметр у нас готов. Вот такой вот у нас дисплей. Нужно закрыть заднюю крышку и приступить, собственно, к работе. Смотрим. Пошел у нас замер. У нормального человека данные показатели должны быть от 96 до 99. Показатель реально, вот я смотрю, считывает. Как мы видим, то больше, то меньше данные показатели. Они будут, конечно же, меняться. Если будут, допустим, физические нагрузки. И, конечно же, во время сна. Пошел данный замер. И сейчас будут наши результаты. Как мы видим, наши результаты появились мгновенно. Значит, насыщенность кислорода у нас это слева 97 показывает. А справа, конечно же, пульс. Также можем менять наш дисплей для удобства работы. Нажимаем кнопку. Теперь показывает на эту сторону дисплей. Нажимаем еще раз. У нас цифры становятся больше, крупнее. Также показывают уровень заряда батареи. Наших обычных батарей. Можем опять перевернуть. И можем сделать вот таким вот образом. Что очень-очень неплохо. Мы же можем вот так вот показывать. Но, я думаю, кому как удобно, тот и разберется. Водение значения в данном устройстве может означать низкий уровень гемоглобина. Или же, допустим, заболевание легких. Например, воспаление легких. Видеть это все на данном устройстве. Также данное устройство актуально, у кого проблемы с дыхательными путями. Или гипертонией. Второй или выше степени. Также сердечная недостаточность. Также можно измерять, если человек без сознания, что отлично подойдет в медицинских целях. В данном устройстве есть у нас меню. Чтобы туда зайти, нужно зажать вот эту кнопку на секунды три. У нас появляется вот такое вот меню. Здесь мы можем выставлять значения. Как минус, так и плюс. Допустим, если я опущусь вот сюда, плюс-минус. Зажимаю. У нас будет плюс. Теперь переходим в первый раздел. И зажимаем. У нас будет идти плюс. Как мы видим. 51, 52, 53, 54. Теперь, чтобы, допустим, убавить, заходим в плюс-минус. Переходим опять в первый раздел. Как мы видим, 54. Зажимаем кнопку. И у нас пошло меньше. 52, 50. Все. Это у нас насыщенность кислорода больше-меньше. Ну, а это же, конечно, пульс. Также есть кнопка бип. Кто такой бип? Давайте я вам покажу. Включаем. И нажимаем кнопку exit. Будет вот так вот сигнализировать ваше сердцебиение. Эта штука будет не заменена, если человек без сознания. И мы тогда будем его слушать, контролировать. Либо, допустим, в каком-то тренажерном зале. Когда нужно сделать упражнения специальные. Вообще, очень много можно применить этот бип. Но если он вам не нужен, он вам будет только мешать. Ссылка на товар будет в описании. Мне очень данное устройство понравилось. Я рекомендую. Все работает четко, без проблем. И выполняет все свои заданные функции. Берегите себя. Увидимся. Тебе понравилось это видео? Поставь лайк данному ролику. Помоги каналу, сделав репост. Тебе нет, что сказать? Пиши, пожалуйста, комментарии. Ну, еще можешь, конечно, заглянуть в мои плейлисты. Там много интересного. КОНЕЦ ОТОЛЬНЫЙ ПОЛЬШИНЫЙ 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 ПОЛЬШИНЫЙ